60 лет школе. Сколь значимое и знаковое событие для учителей, учеников сегодняшних и прошлых лет. И каждое учебное заведение старается сделать так, чтобы эта дата запомнилась. Послание потомкам, будущим школьникам, решено было оставить в юбилей средней школы номер 16. И это не случайно. 1932 год. В Грайском предместе существует школа. Её первый директор, Франтишек Чернак, в старом здании, оно находилось на тот момент на нынешней территории 16-й школы. Сейчас этого здания нет, и на месте этого здания растёт очень красивый дуб, ему почти 30 лет этому дубу. Так вот, фундамент этой школы была замурована капсула времени. И когда в 1993 году старое здание школы разбирали, учителя и строители эту капсулу нашли. Капсула времени содержала в себе послание на вощёной бумаге в виде свитка. Оно было достаточно длинным, рассказывало об истории образования на территории Грайского предместия, об учителях и о самой школе. И для нас это было очень ценно. Капсулу мы сохранили. Сохранили и решили в юбилейный год написать послание тем, кто будет здесь учиться уже в 2032 году. В этом году, готовясь к юбилею школы, к 60-летию её, мы решили сделать тоже капсулу времени, заложить капсулу времени. Да, она современная, эта капсула времени. И наша капсула времени содержит нам послание в нашей школе на ближайшие 10 лет. В 1932 году, через 10 лет, мы её сможем вскрыть, эту капсулу, и прочитать там свои цели устойчивого развития. Мы для себя определили цели устойчивого развития на 10 лет. Мы для себя запланировали, то есть сделали такой план для себя. И очень постараемся этот план выполнить. Для нас это очень важно. Для детей это важно, потому что это память, это историческая память. И когда мы помним свою историю, значит, ну, как бы это пафосно ни звучало, но мы любим свою родину. Директор школы зачитала учащимся их родителям послания, заложенные в капсулу, для того, чтобы каждый из них смог проникнуться и осознать всю важность происходящего. Здравствуйте! Средняя школа номер 16 города Бреста, 2032 года. В нашей капсуле времени школа определила цели своего устойчивого развития на ближайшие 10 лет. 10 лет. Как это мало в масштабной истории, как это много в жизни человека. Мы будем стремиться достичь поставленных целей. Первоклассник Герман Ансута и 11-классница Дарья Ненадик выполнили очень ответственную миссию. Торжественно заложили капсулу времени. Хладите ее там, где она теперь будет храниться в ближайшие 10 лет. Работники и учащиеся школы надеются на то, что вскрывать ее в 2032 году также предстоит именно этим учащимся. На месте заложения капсулы времени была установлена памятная плита, которая будет напоминать об этом значимом событии. Ее установка была доверена почетным учителям школы, ее выпускникам. Я был свидетелем, когда откапывали капсулу, когда разбирали старую школу в районе Дуба, которая находится возле спортивных площадок. Валентин Владимирович Шейко случайно наткнулся на гильзу, в которой было заложено послание от потомков, в которой было следствие школы. Я учился в той школе с первого класса. И потом вот так получилось, что пришлось заложить капсулу новую. Дай Бог, чтобы ученики этой школы продолжали традиции. Здесь это прошла вся моя жизнь. И здесь училась моя жена, работает моя жена. Дети мои учились и учатся дочки еще. И для меня школа это все. Для меня школа это все. Ну это вся моя жизнь. Поэтому планы, планы, расти дальше, учить детей, чтобы они просто росли умными, смешленными и были всегда самими собой. Какие планы, что собираешься в школе, чтобы школа совершенствовалась, она и будет совершенствоваться. Она совершенствуется с каждым годом. И я думаю, то, что там запланировано, то все это должно сбыться даже больше. Планы школы создания музейной экспозиции, на которой будет выставлена первая капсула времени с переводом с польского языка.